Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Мужчины стало ухудшаться. Он впал в кому. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие и коллеги Навального надеются на благоприятный исход ситуации. Однако несколько минут назад журналисты сообщили, что у Алексея Анатольевича начался оттек мозга. Напомним, что по одной из версий политику стало плохо из-за употребления спиртных напитков вместе с успокоительными препаратами. Однако по информации источников, в крови Навального алкоголь обнаружен в крайне малых дозах. Это не могло повлиять на его самочувствие. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня, отрицала и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Некоторые также подозревают, что общественного деятеля могли попросту отравить. Некий очевидец даже заснял, как Алексей выпил чай перед посадкой в самолет. Говорят, в напитке мог содержаться сильный галлюциноген. Предварительный диагноз – острое отравление неустановленным психодеслептикам, сообщили инсайдеры. По факту инцидента уже идет следствие. Врачи тоже делают все необходимое, чтобы установить, какое именно вещество могло быть причиной отравления. Какой ад! Желаю Алексею выздоровления! Поддержала политика Ксения Собчак. Позже в сети появилось заключение врачей, которое опровергло страшный диагноз. Впрочем, самочувствие политика остается тяжелым. Структурных изменений головного мозга не выявлено. Умеренный отек слизистой, говорилось в документе. Добавим, что Анастасия Васильева из Альянса врачей, лечащий врач оппозиционного политика Навального, госпитализированного в четверг с подозрением на отравление, ответила на предложение Кремля помочь с лечением и отправкой больного за границу. «Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», написала Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы очень оперативно рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят. Васильева добавила, что главный врач больницы, скорой медицинской помощи номер один в Омске, где сейчас находится Навальный, отказывает ей и жене политика Юлии в предоставлении выписки или эпикриз.